и всем приветики это у нас будет travel blog 2 по счету 1 был 1 был с египта два года назад или около того сейчас летим в турцию смотрите до конца будет круто обещаю итак уже приехали в аланию с анталии что меня удивило ехать полтора часа но конечно скажем так отельчик в египте был получше кто смотрел влог из египта тут в принципе пойдет говорят что пятизвездочный отель но скажем так четверка отель называется миароса инжекум бич там есть немножко покруте это миароса это так себе это первый день мы толком еще не видели потом расскажу поболее но первый взгляд вроде нормальный город пока что особо ничего не смотрел и они смотрели скоро расскажу больше всем привет со второго дня из турции и так у нас сегодня второй день уже выбрали на пляж немного отдохнули конечно море отличается от египетского не скажу или в лучшую или в худшую сторону кому как отель принципе нормальный миароса называется потом я скину точное название этого отельчика принципе нормально до моря минуты 2-3 самого отеля идти все классно завтра у нас будет экскурсия в каппадокию вроде я не ошибаюсь они не каппадокию в муккале будет экскурсия так что смотрите дальше солнце светит прямо глаз не могу удивиться вообще море очень соленое значит смотрите а кстати отличие с египтом живности в море минимум вода попадает в глаза немного болит так что берите сразу с собой собой или маски или очки ну у меня сейчас маска для снорклинга поду пойду попробую не знаю как со звуком конечно или будет мне слышно хорошо или не очень потому что большие волны в общем смотрим дальше наслаждаемся а я пошел плавать пообщавшись с женой сделали вывод что отдых турции если вы не хотите его сравнивать с египтом какой более тюлений отдых то есть самый идеальный отдых с детьми и в отеле возле моря потому что египте море мне лично намного лучше нравится там есть больше живности на которую можно посмотреть и сравнить там кораллы а тут только что я понырял и увидел ничего один только песок в живности никакой нет и честно говоря желание долго плавать в море отпала его нет в принципе очень много семей с детьми если брать детский отдых семейный отдых то это конечно будет покруче хотя в египте тоже есть пляже такие же самые с песком которых можно отдыхать но как кому мне пока что все нравится все круто но есть такие вот небольшие замечания и так давайте смотреть по муколе мы на пути к по муколе встали в 2 пол третьего ночи вот долго ехать что-то за день должны намотать около 700 километров но не об этом по дороге есть первая перевалочная такая база там где покушать ее пропустил ничего интересного а сейчас текстильные магазины говорят какой-то какой-то город что они там занимаются текстильным там чуть были не пару веков сейчас вам покажу ассортимент может будет кому-то интересно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приехали в Памуккале только что, идем разглядывать и вам показывать местные достопримечательности. Сейчас все увидим. Субтитры сделал DimaTorzok Древний город Иерополис и источники Памуккале – это природный и культурный объект всемирного наследия ЮНЕСКО, общей площадью около 1077 гектар в провинции Денизли на юго-западе Турции. В него входят геотермальные источники Памуккале с температурой воды 36 градусов, водоемы-террасы, образовавшиеся из травертина, а также территория древнего города Иерополиса. Археологи выяснили, что первые поселения на месте Памуккале появились еще в бронзовую эпоху. Это были маленькие деревеньки. А во II веке до н.э. здесь возник первый город – Иерополь. Его построили цари греческой династии Аталидов, правящие пергамским царством с III по II век н.э. Греки заметили целебную силу местных источников и дали городу название Иерополь, который переводится как «священный город». Тем не менее, красивое название не уберегло его от разрушений во время двух сильных землетрясений. Постройки, которые сохранились до наших дней – это амфитеатр, некрополь, храм Аполлона и Мартирий – возвели уже римляне. Во времена Римской империи Иерополис превратился в курорт и прославился на весь античный мир. Истории о целебной силе местных минеральных вод распространялись все дальше, привлекая аристократов Рима и соседних государств для лечения и отдыха. Чтобы удобнее было принимать оздоравливающие процедуры, на этом месте был отстроен комплекс бань. В VIII веке город постигло новое сильное землетрясение. Здания терм провалились в подземную воронку, заполненную водой горячего источника. Обломки колонн и зданий упали в яму и лежат там до сих пор, являясь изюминкой курорта. Так был образован природный бассейн с горячими ключами. На территории комплекса находятся также археологический музей Иерополиса, античный бассейн Иерополиса, образовавшийся в результате землетрясения в VII веке н.э. Минеральная вода бассейна полезна при болезнях сердца, атеросклерозе, гипертонии, рахите и т.д. И сами травертины. Минеральная вода бассейна. Находимся возле бассейна Клеопатры. Как сказал гид, это по большей части все выдумка, как будто она здесь купалась. Что по деньгам 12 долларов с человека, чтобы искупаться. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим, какой там, что там и как, в общем. Народу, конечно, полно. Вокруг бассейна Клеопатры ходят легенды. Можно услышать истории о дурнушках, превратившихся в красавиц после купания, и о стариках, обретших былую молодость, благодаря целебной воде. Ну а самая интересная легенда рассказывает нам о том, как Марк Антоний подарил город Иерополь своей красавице-жене Клеопатре. Египетская царица купалась в источнике, воды которого обладали такими фантастическими свойствами, что делали купальщицу моложе на 10 лет. Вот почему Клеопатра была такой красивой. Но на самом деле, история о Клеопатре, это, конечно, выдумка. Музей в Памуккале посвящен раскопкам античного города Иерополя и находится по пути от бассейна Клеопатры к белым террасам. Он построен на месте бывших римских бань и состоит из трех залов, в которых представлены находки, найденные при раскопках античного города. Античный город играл роль не только термального курорта, но и был большим торговым центром, расположенным на перекрестке многих торговых путей. Благодаря этому в музее по Муккале собрана очень богатая коллекция древних артефактов. В третьем зале посетители могут увидеть статуи и бюсты, найденные во время раскопок храмов, агоры, то есть торговой площади, и источников города. Здесь же представлены фризы из театра Иерополя, на которых изображены сцены из жизни Аполлона и Артемиды. Культ этих богов был очень распространен на территории Анатолии и практически в каждом городе полуострова можно встретить храмы, посвященные этим божествам. Продолжение следует... Все эти саркофаги и вообще все сооружения античные, они из мрамора, потому что здесь рядом добывают мрамор, так что все очень красиво и долговечно. И это действительно мрамор. Вход в подземный мир, это за музеем, это еще до Тревертин. И решили обойти вокруг и увидели такое вот прикольное место. А дальше давайте переместимся с вами на Тревертины, там будет очень красиво. К вашему вниманию Тревертины. В том месте, где насыщенные кальцием термальные воды выходят на поверхность высокого холма высотой почти в 200 метров, сформировался удивительный ландшафт по Муккале, что означает хлопковая крепость, представляющий в виде целого каскада террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами. В конце 2 века до нашей эры династия Атталидов, правителей Пергамского царства, основала курорт Иерополис. Здесь можно увидеть руины древних бань, храмов и других эллинистических памятников. Древний город Иерополис и Тревертины по Муккале являются частями археологического комплекса Иерополиса. Хотя в самом регионе находятся 17 источников с термальной водой температурой от 35 до 100 градусов, белые травертины в Памукале формируются осаждением кальция из воды одного источника с расходом воды в 466 литров в секунду, температурой 35,6 градуса. Вода по регулируемому руслу вытекает на склон и спускается по склону с высоты 60-70 метров, постепенно осаждая карбонат кальция в виде мягкого геля в ходе химической реакции. Для формирования твердой породы необходимо не осуществлять перемешивание геля, поэтому доступ на некоторые части горы для посетителей закрыт. Позади это у нас амфитеатр, да? Амфитеатр. Амфитеатр в Памукале расположен с правой стороны от византийских ворот на холме. Это развалины древнего аэрополиса, города, который начали строить еще во втором тысячелетии до нашей эры. Посетители могут увидеть амфитеатр из любой точки античного города. Амфитеатр в Памукале является одним из крупнейших античных театров на территории современной Турции. После многочисленных землетрясений театр был сильно разрушен. Масштабная реконструкция прошла в период с 1960 по 2013 годы. Театр умещал более 10 тысяч зрителей. Напротив сцены находится место для высокопоставленных зрителей. В древности город Иерополис, который был знаменит лечебными термальными источниками, славился по всей Римской империи. Многие императоры и их семьи часто приезжали сюда, в том числе, чтобы насладиться гладиаторскими боями. Римской империи В общем, прогулка по Памуколе уже подходит к концу. Но это только прогулка именно по Памуколе. Дальше еще, как я понимаю, полдня экскурсии продолжает. Так что посмотрим, что будет дальше. Итак, последняя наша точка. Пообедали, значит, мы. И приехали дегустировать вино. Сейчас будем пробовать. Может, что-то вам подсниму. Говорят, очень много видов вина и очень вкусно все. Сейчас будем пробовать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и заканчивается прогулочка по Памуколе. Сейчас техническая остановка у нас последняя. И через час мы уже прибудем в свой отель. Что могу подытожить по впечатлениям? Ну, в принципе, скажу так. Мороженое убегает. В принципе, скажу так. Если вы хотите какое-то разнообразие, поехать можно. Там есть эти вот белые породы прикольные, которые я не видел нигде. Только по телевизору. Вот. Есть прикольные, интересные развалины римские. Но, как в любой экскурсии, вас сначала возят в один магазин, который вам что-то впаривает. Потом вас везут во второй магазин, который вам что-то впаривает. Последний магазин, там, где было вино. Вино мне вообще не понравилось. Какой-то компот. Ну да, есть вкус алкоголя минимальный. Но, грубо говоря, я скажу, что это компот какой-то. Вот. Это вообще не крепленное вино, и оно не имеет никакой вязкости. Вот. Ну, в принципе, если для разнообразия, поехать можно. Ничего экстремального. Вообще, такого ничего сногсшибательного. Кроме, конечно, опять же, этих белых пород и развалины. То есть, опять же, вы едете в Манук-Але. А и попутно вас занимает еще полдня два раза еды. Вот перекусов. Нет, вернее, даже полноценного приема пищи. И три посещения трех магазинов, которые вам что-то впаривают, как всегда. Выбирать уже вам. Ну, в принципе, я думаю, стоит поехать, если вы вообще особо никуда не едете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А это такой бассейн в отеле Meorosa Insicum. Возле бассейна есть летняя площадка. Там, где можно покушать. Потом есть бар с напитками алкогольными и безалкогольными. Ну и сами лежаки. И непосредственно туннельчик, который ведет к морю. Довольно прикольно. К морю идти минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот и закончилось наше путешествие в Турцию. В принципе, могу сказать, что все понравилось. На заднем фоне это рыночек такой в поселении Insicum. Отдыхали мы в отеле Meorosa Insicum, соответственно. Ну, неплохой пятизвездочный отель. В принципе, можно ехать. Пляжик очень хороший для детей. Ну, в принципе, достойно. Ничего плохого сказать не могу. Едьте, скажу так, если будете в Турции скупаться, покупать что-то не на маленькие рыночки, как этот. Потому что тут цены немного, конечно, задраны. А едьте дальше в поселение, там, где много этих магазинов. Вам всем спасибо за просмотр. Обязательно прожимайте лайки, пишите комментарий, как вам этот ролик. Это, конечно, необычный ролик для этого канала. Пишите свое мнение. Вообще снимать мне дальше подобное видео, когда я буду путешествовать или нет. Прошлый вложик с Египта был полтора года назад. Вот уже полтора года прошло, но полетели в Турцию. Не так часто получается, как хотелось бы. Так что жду ваши комментарии ниже. Ну и пока нам еще лететь долго. Увидимся!